Привет друзья! На канале Geesit.com пришло время очередного сравнения. В данном видео мы решили разобраться, а есть ли смысл использовать в игровой системе с мощной видеокартой, более доступный процессор в разгоне вместо модели помощнее в стоке. Ведь для такого разгона Core i3-6100, как в предыдущем видео, нужна и хотя бы минимальная материнская плата на Z170+, хороший кулер, что в итоге даёт достаточную сумму для приобретения уже коробочного i5 с наиболее доступной платой и не нужно заморачиваться с разгоном. А если не брать материнку, как в нашем тестовом стенде, то может и на i7 хватит. Для эксперимента мы разогнали двухъядерный четырёхпоточный Core i3-6100 с номинальных 3,7 до 4,7 ГГц. Сам CPU был любезно предоставлен интернет-магазином PC Shop UA, а в роли оппонента ему будет противостоять четырёхъядерный восьмипоточный Core i7-6700K с динамической частотой 4,2 ГГц, потому что у нас он уже есть. А все промежуточные процессоры будут иметь результаты где-то между ними. Помогут играм быстро бегать видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Gaming X8G и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц. Сравнивать эти системы будем в разрешении Full HD. По традиции начинаем с Dying Light, в данном случае на максимальных настройках качества. Полностью синхронизировать игровой процесс не удалось, поэтому однозначно указать на победителя сложно. В обоих случаях получили очень комфортную частоту кадров, более 70, поэтому никаких проблем с прохождением не будет. Вот только движок Chrome Engine 6 отлично оптимизирован под многопоточность, поэтому нагрузка на Core i3 держалась в районе 90%, а Core i7 использовался в основном на 50-60%. В результате система с топовым CPU потребляла заметно меньше оперативной и видеопамяти. Бенчмарк GTA V также удалось запустить с очень высокими настройками графики, а благодаря синхронизации видео наблюдаем существенное преимущество Core i7, достигающее 25 кадров в секунду. При этом нагрузка на процессор на 30-40% ниже, зато загрузка видеокарты держится в районе 95%, в то время как Core i3 при таких настройках может загрузить её лишь на 70-80%. И хотя в обоих случаях скорость игрового процесса приемлема, но гораздо лучше смотрится система с Core i7. Оба процессора позволяют выбрать за предели настройки графики и высокий пресет постобработки в третьем Ведьмаке. Нагрузка на видеокарту достигает 100%, поэтому разница между системами в лучшем случае составляет 1-2 кадра в пользу Core i7. А вот процент использования ресурсов самого четырёхъядерника ориентировочно в два раза ниже, поэтому у него остаётся достаточно ресурсов для дополнительных задач или фоновых процессов, чего нельзя сказать о Core i3. Игра XCOM 2 оказалась достаточно прожорливой при максимальном пресете графических настроек. Загрузка видеокарты в обоих случаях практически была на максимуме, поэтому особой разницы в скорости нет. Лишь поначалу преимущество Core i7 достигало 10 кадров в секунду. А вот более чем двухкратное преимущество в уровне загрузки процессора осталось на протяжении всей заскриптованной сцены за i3. Чтобы в полной мере почувствовать разницу между тестовыми системами, игру Dirt Rally мы запустили с пресетом очень высоко и двухкратным сглаживанием MSAA. Разница видна невооружённым взглядом. Преимущество восьми поточного Core i7 в скорости достигает 25 кадров в секунду. Средний же показатель по результатам теста составил 19 FPS. Видеокарта загружена ориентировочно на 10% больше, а процессор практически в два раза меньше. Но несмотря на отставание, Core i3 вполне справляется с поставленной задачей. Играть в Rainbow Six Siege на любой системе можно при ультравысоких настройках качества. В обоих случаях скорость будет практически одинаковой, поскольку видеокарта задействована по максимуму. Однако небольшой перевес в 3-5 кадров всё же на стороне Core i7, что можно объяснить его неполной загрузкой. В то время как все четыре потока Core i3 работали на полную мощь. Похожая ситуация наблюдалась и в The Division при максимальном качестве графики. 100% нагрузка на видеокарту в обоих случаях сделала разницу в скорости минимальной. Аналогичные 3-5 фпс в пользу Core i7. Да и нагрузка на этот CPU ориентировочно была на 40-50% ниже. То есть опять желательно использовать полноценный четырёхъядерный процессор. Хотя комфортно поиграть можно и на Core i3 в разгоне. Новичкам Arma 3 на заметку. Игра также отдаёт предпочтение четырёхъядерным процессорам, особенно если запускать её с ультравысоким пресетом. Синхронизировать геймплей сложно, но в целом на Core i7 мы получили более высокий уровень FPS в результате лучшей загрузки видеокарты. А вот первый переход в снайперский режим одинаково тяжело даётся обеим системам. Но уже при повторной его активации особых просадок не наблюдалось. Разработчики Rise of the Tomb Raider использовали ряд технологий для улучшения реализма визуального мира, за что им очень благодарны производители топовых комплектующих. Выбрав высокие настройки графики, можно наблюдать интересную ситуацию. Core i3 хоть и загружен больше, но местами именно он быстрее подгружает сцену за счёт более высокой тактовой частоты. Это отображается и на средних показателях. Например, в геотермальной долине он обошёл Core i7 на 12 FPS. Если же выбрать профиль с очень высокими настройками, то возросшая нагрузка в первые секунды каждой сцены съедает все вычислительные ресурсы Core i3, после чего она падает, но всё равно остаётся гораздо выше, чем у Core i7. А вот на уровне FPS это не очень сильно сказывается, поскольку видеокарта в обоих случаях задействована по полной. И всё же в геотермальной долине Core i3 опять вышел победителем с разрывом в 11 кадров. Обычно детективные истории учат нас обращать внимание на мелкие детали для успешного расследования убийства. А вот создатели франшизы Hitman пошли от обратного, предложив игрокам сфокусироваться на поиске оптимальных путей для устранения намеченной жертвы. Для тестирования мы запустили игру при максимальном уровне детализации. Нагрузка на видеокарту была чуть выше в случае с Core i7, поэтому на несколько кадров он всё же опередил конкурента. Но в целом имеем практически одинаковые результаты. Общее качество настроек графики в Doom было выставлено на ультра. Первые несколько кадров прохождения удалось синхронизировать, что позволяет определить победителя в противостоянии. Им становится Core i7 с ориентировочным преимуществом в 10 FPS. А дальше монстры выполнили своё прямое предназначение, то есть внесли хаос в геймплей. И определить разрыв в частоте кадров достаточно сложно. Местами даже складывалось впечатление, что более высокая частота Core i3 обеспечивала ему преимущество. Хотя подтвердить это синхронным видеорядом сложно. Если теория мультивселенной кажется верной, то для одного из параллельных миров история Deus Ex Mankind Divided является реальностью. Для нас же это лишь игра в жанре фантастики, которую для начала мы запустили с высоким пресетом настроек. Видеокарта в обоих случаях была загружена на максимум, поэтому большой разницы в скорости нет, а в лучшем случае 2-3 кадра в пользу Core i7. При этом нагрузка на него была в 2 раза ниже, чем на Core i3. Повторный запуск происходил уже на ультра-высоких настройках графики, что сразу же отобразилось на снижении скорости в среднем с 76 до 55 FPS в обоих случаях. Разница в производительности между системами не превышает даже полкадра. И напоследок предлагаем вашему вниманию сравнение тестовых систем в Evolve Stage 2 при очень высоких настройках графики. Невозможность полной синхронизации игрового процесса не позволяет точно зафиксировать объективную разницу, но субъективно Core i7 оказывается впереди на 10-20 FPS. Освенно на это указывает и более высокая загрузка видеокарты. Какие же выводы напрашиваются в итоге? Во-первых, разгон Core i3-6100 до 4,7 ГГц позволяет ему во многих проектах отлично работать в связке с мощной видеокартой, обеспечивая комфортную скорость при максимальных настройках графики и разрешении Full HD. Во-вторых, многие актуальные игры позитивно воспринимают многопоточные процессоры. В результате в большинстве тестов преимущество Core i7 может быть от 3 до 25 FPS. Причем для этого не нужно вдаваться в подробности прошивки неофициальных BIOS и бояться задать неоптимальное напряжение или перегрева. Так что если вы не энтузиаст, то собирая игровую систему с запасом на будущее, есть смысл сразу купить минимум 4-х ядерную CPU и не гнаться за очень функциональной материнской платой. На этом пока все, спасибо за внимание, надеемся видео было полезным и интересным, поэтому заслужит ваши лайки, комментарии и подписку на наш канал. Всего вам хорошего и до новых встреч!